Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Мастерчу. В сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о лучших сайтах и ресурсах, посвященных New World, где можно найти какую-то подробную и интересную информацию по этой игре, разобраться с этой игрой. И если у вас будут возникать какие-либо вопросы по этой игре, то я более чем уверен, что зная ссылочки на эти ресурсы, вы легко со всем разберетесь. Я мог бы снять 150 видеороликов, гайдов, где найти тот или иной ресурс, но я упрощаю все это дело, дабы не тратить ваше время. Итак, первый ресурс, поехали. New World Map. Огромнейшее количество карт имеется в интернете, но это сделанная одна из самых первых карт. И по моему личному мнению, она наиболее удобна, она наиболее адекватна и она максимально актуальна. На этом ресурсе, на этом сайте вы можете найти абсолютно всю информацию относительно мира. К примеру, вы можете посмотреть Everfall, да, вы можете выбрать, чтобы отображались, допустим, все те или иные ресурсы. Вы можете посмотреть, где конкретно тот или иной ресурс находится. К примеру, вам по квесту нужно найти серебро. Окей, мы с вами здесь все выключаем, оставляем серебряные жилы. И мы видим с вами, что Everfall, да, и рядышком есть здесь серебряные жилы, здесь серебряные жилы, и здесь огромнейшее скопление этих самых жил. И благодаря этому сайту вы сможете найти абсолютно все ресурсы, они здесь все отфильтрованы по типам. Здесь вы можете даже выбрать, к примеру, рыбалку. То есть вам нужны ходспоты трехзвездочные, здесь они все отображены на карте. Вам необходимо там, допустим, я не знаю, сундуки, да, в тир 5 хотите сундуки полутать. Также точно все тир 5 сундуки отображаются на карте. Информация стопроцентная, правдоподобная. Все это дело мы сравнивали. Если вы придете и там, допустим, не окажется той или иной руды, да, например, Ориора, то это всего лишь значит, что кто-то до вас эту руду собрал, и она ушла в респ тайм. То есть, по большому счету, этот самый ресурс, эта самая карта поможет вам абсолютно спокойно разобраться с этими моментами, нюансами. Также обязательно рекомендую с самого старта игры выбирайте спирит шрайны, обязательно ставьте галочку, и тогда у вас появятся все вот эти точки быстрого передвижения, чтобы вы их сразу по пути, где мимо пробегаете, да, забежали, выучили этот самый шрайн, и после каких-то там процедур, да, после квестинга и так далее могли уже спокойно туда телепортироваться. То есть, это крайне полезный ресурс, рекомендую пользоваться всем, в описании, а также в закрепленном сообщении по циферке 1 будет именно эта самая карта. Идем дальше. Следующий крайне важный ресурс, я повторюсь, в интернете можно найти огромнейшее количество альтернатив, можно найти и на русском языке этот самый сайт, но по функционалу, по скорости работы и по качеству, я думаю, что это самый лучший сайт на данный момент. Идем дальше. Датабаза. New World Database. Здесь, я думаю, что многие из вас помнят L2DB, и вот это вот все, я думаю, что многие из вас знают, что в WoW там имеются сайты по типу WoW Head. По сути, вот этот сайт nvdb.info, это и есть тот самый WoW Head, который есть в WoW, да, L2DB, который раньше был в линейке, он же сейчас, по сути, L2 Central. Это самая полная база данных, которая также имеется на данный момент, здесь вы можете точно так же посмотреть и найти все. Интересуют вас там, например, фаерстафы. Вы выбираете фаерстафы и видите абсолютно все фаерстафы, которые есть в игре. Также там при нажатии, к примеру, на тот или иной посох, метеор трейла почему-то нету, все, обновилось. Вы можете посмотреть, крафт-рецепт, из чего крафтится этот предмет, либо если он не крафтовый предмет, если он, к примеру, выбивается, да, сейчас я вам найду выбиваемый какой-нибудь предмет. Нет, по-моему, вот этот крэшент, это выбиваемый предмет, нет, тоже это крафтовый рецепт. Ну, допустим, какой-нибудь фаерпосох. Вы сможете, короче, найти место и моба, с которого выбивается тот или иной посох или тот или иной предмет. Вот, к примеру, здесь, гаттеринг фром, видите, с определенных сундуков и дроп также с определенных мобов, можете точно так же посмотреть. Шансы пока что не указываются, к моему большому сожалению, скорее всего, они будут указываться, когда начнет собираться какая-то статистика, да. Дроп шанс, лут шанс, вот это вот все, я думаю, что сформировано точно так же будет в этой датабазе. Также здесь вы можете посмотреть, кроме оружия, да, допустим, ту же самую броню, рецепты, абилити каждого класса, то есть способности, все возможные перки на том или ином шмоте. Вы можете посмотреть даже квесты. Ну и All Creatures, в смысле, выбрать всех мобов, посмотреть, где он там стоит, где он обитает и так далее, и что он может с себя дропнуть. Очень полезная датабаза, крайне так же рекомендую, если у вас какой-то вопрос, то датабаза вам может ответить на многие из них. Дальше, вы скажете все на английском, специально для вас есть вот такая вот ссылочка, я оставлю так же в описании. Кстати, датабаза, ссылка номер 2 в закрепленных сообщениях, ссылка номер 3. Это ссылка на Imgur, пока что открыта, я не знаю, будет ли вечно существовать. Вы лучше зайдите пораньше и сохраните все возможные памятки. Что по поводу этих памяток? Эти памятки раньше были сделаны на Reddit англоговорящими ребятами. После этого, я так понимаю, что вот этот GUSOD перевел абсолютно все эти таблички, они сейчас на русском языке. Очень хорошие, добротные напоминалки вам в случае чего, а также небольшие, такие даже можно сказать гайдовые. К примеру, одна из самых важных табличек вот эта вот, то есть это таблица эффективности урона. Допустим, вы бьете огнем, да, вы знаете, что по древним вы будете хуже бить, по ансиентам будете лучше бить. Ну и, соответственно, вы видите, вот через эту таблицу очень кайфово подбирать. Эти таблички лучше куда-нибудь сохраните себе на рабочий столб, потому что я не уверен, что ссылочка будет работать на это вечно. Здесь также, видите, рыбалка для, рыбацкая шпаргалка, здесь абсолютно все есть. То есть вот это вот та самая информация, которая вам нужна в начале игры, да и по сути по ходу игры тоже. То есть, к примеру, вы где-то там заморачиваетесь, да, что-то подкрафтите или сколько процентов удачи и оптики открыли, все здесь посмотрели. То есть абсолютно все точно так же есть. Библия трейдеров здесь есть, да, какое количество ресурсов необходимо выформить, что необходимо для прокачки, чтобы ваш, допустим, там по аркане у вас скилл стал 200 и так далее. То есть тоже очень полезные таблицы, причем все переведенные на русский язык. Также обратите внимание на табличку с весом брони и советы для быстрого старта. Старт у нас уже скоро, поэтому ссылку просто юзайте как можете. Но опять же, моя рекомендация, ребят, сохраните лучше все эти картинки на рабочий столб, потому что далеко не факт, что они у вас будут функционировать вечно. Может быть сейчас большой наплыв будет, да, людей, кто будет по этой ссылке переходить и очень много вопросов может быть. Это ссылочка номер три, также в описании и в закрепленных сообщениях. Осталось, по сути, три ресурса. Один это большой сайт, посвященный рыбалке. Я думаю, что рыболовы это, конечно, отдельная фракция, можно даже сказать, да, игроков. Те, кто очень сильно любит рыбалку. Я в целом тоже очень люблю рыбалку, как в жизни, так и в игре. Я думаю, что вы помните, те, кто играли в WoW, к примеру, да, что был такой сайт Pitopia, посвященный питомцам. Вот здесь целый огромный сайт, посвященный рыбалке. Все, что вы хотите знать по поводу рыбалки, здесь есть абсолютно, то есть вообще все. То есть от и до, как прокачать, где прокачать, лучшие ход споты, то есть точки рыбалки, там, на каком скилле какая позиция будет лучше, как правильно рыбачить и так далее. Отдельный сайт, посвященный рыбалке, честно. Это очень круто, прям советую. Ссылочка номер 4 точно так же будет. Ну и ссылка номер 5, а также ссылка номер 6, это ссылка на Reddit. Если хотите посмотреть какие-нибудь мухахашечки по игре, либо последние новости, ну, мы, да, идем за ковенанты, я думаю, что вы на превьюшке видели, увидите скоро вот эту вот картинку. То есть мухахашечки, приколы, новости и так далее, все это дело есть на Reddit, регистрация совсем не требуется, просто-напросто логиньтесь через свой Gmail и все. Если шарите в английском языке, особенно, прям крайне рекомендую. Ну и официальный твиттер New World точно так же. Какие-то последние новости появляются, чаще всего официально мы узнаем о них именно через твиттер. По крайней мере, я всегда через твиттер следил за New World, поэтому оставляю также ссылочку на New World. Также еще два ресурса, это New World ВКонтакте, ссылку также оставлю в описании. Почти что 7 тысяч человек, группа постоянно увеличивается, поэтому здесь вы можете и задать вопросы, и получить какую-то информацию. Также у них есть официальный их сайт newworld-online.ru, русский, и все переведено, по крайней мере, то, что я видел. Здесь огромное количество новостей, а также собранной информации по игре от моих коллег по цеху, от блогеров и так далее. Здесь вы видите ссылочки на гайдики, на чьи-то, к примеру, вот ссылка на мой видеоролик. Ну, то есть, хороший достаточно новостной сайт, также переходите и смотрите. По сути, это все. То есть, вот все вот эти ресурсики, которые мы с вами сегодня обсуждали, по крайней мере, у меня будут фоном запущены в тот самый момент, когда я буду играть в New World. Потому что мне нужно срочно узнать какую-то инфу. Я альтапнулся, нашел на карте, либо нашел в датабазе, либо что-то не понимаю, быстренько посмотрел по табличкам. Захотелось мне порыбачить, поглядел, новости почитать, порофлить, это твиттер и реддит, ну, также контакт и, собственно, сайт. Поэтому залетайте, ребят, все эти ресурсы действительно очень сильно упростят вам жизнь, ускорят. И во многом у вас отпадут все интересующие вас вот эти во многом туповатые вопросы, по крайней мере, для игроков, которые очень сильно уже разобрались в этой игре. Пользуйтесь на здоровье, разбирайтесь в игре. Ну и, конечно же, хорошего вам старта, дорогие. Всем до новых встреч. С вами был я, Мастер Чуб. Приходите на супер-мега-крутой марафон по прокачке с 1 по 60 уровень, который будет на моих стримах с самого старта игры. Не забудь подписаться на канал, порекомендовать этот видеоролик своим друзьям. Ну и, конечно же, пока.